Итак, мы приходим с вами, понимая, что если мы говорим о бюджете, мы сталкиваемся с некоторыми такими сложностями. Как правило, люди не ведут бюджет, они не пытаются как-то упорядочить свою жизнь в финансовом плане. Ну, иногда бывает, что есть нечто такое похожее, когда есть какой-то порядок того-другого, связанный с тем, что же и как же, собственно говоря, тратить. И, как правило, мы перенимаем привычки своих близких людей. У нас есть определенный негативный опыт. Мы живем в семьях, и мы видим, что как вот там живут, так и мы начинаем жить. Вот знаете, передается определенная семейная традиция, там есть такой, который говорит, это семья щедрая, да? И мы видим, что если родители щедрые, то и дети учатся быть щедрыми. А есть там скупая семья, там никто в гости к ним не придет, они никогда никому ничего не подарят, там и такое. И дети, они тоже, они смотрят на родителей и учатся. Мы с вами имеем тот стиль, которому нас научили. Управление. И мы можем так сказать, мы жертвы системы, жертвы всего того, что происходило. Нас не учат родители, как правило. Максимум, что родители, они делали это, просто давали какие-то деньги, но они даже особо не, ну, как бы, не утруждали себя в том, чтобы рассказать нам, как правильно. Может быть, на каких-то начальних стадиях, но, как правило, дети не прислушивались, ну и все, вот тебе там 20 шекелей, иди радуйся. А сказать о том, что смотри, если ты будешь откладывать, там перекладывать, то ты насобираешь, это большая редкость. Нас, конечно же, не учат этому в школе. В школах, ну и что, даже в институтах. Когда мы приходим в институты, чему угодно вас могут забить в вашу голову геометрией и страшными другими словами, но, в конце концов, вы не знаете, как потратить простые деньги, которые вы заработаете. Поэтому мы периодически можем видеть таких вот молодых людей, которые отрываются от семьи, они начинают зарабатывать достаточно неплохо, потому что молодые и сильные, и их дом полон какой-то одежды. Эта одежда, вообще непонятно, что это за одежда, каких-то электронных штучек и так далее, и так далее. При этом вполне спокойно может быть мама-пенсионер, допустим, в такой семье, да, которая живет на свою пенсию и еще пытается этим детям помогать. И мы понимаем, что, смотрите, вот эти состояния, это результаты того, что мы, как родители, не вложили нечто в своих детях. В советском обществе, к сожалению, такое часто можно увидеть. Дети приезжают к маме, вот, допустим, на Украине я такое видел не раз, и мама-трясущаяся старушка разворачивает какой-то замызганный платочек и дает сыну какие-то деньги. И не наоборот. Мы понимаем, что если говорить о заповеди заботы у родителя, он не имеет такого понимания. И этот сын, он взрослый мужик, он, может, зарабатывает там, ну, однозначно больше, чем она со своей пенсией, но эти деньги уходят совершенно непонятно куда. И они приходят и говорят, мама, помоги. Это проклятие, понимаете, такое вот, нельзя назвать это благословением. Потому что хорошая старость, когда дети, они обеспечивают своих родителей. Это правильно. Это правильно, когда, помните, вы говорите, карбан, дар Богу то, что ты бы от нас имел. Помните, да? Когда еще общался с фарисеем. Вы, вы перестали заботиться о своих родителях, отдавая эти деньги, типа как на праведность, на то, чтобы отдавать их Богу и так далее, и так далее. Вы, ну, вы перестали брать ответственность за того ближнего, за своих близких, которые вокруг вас. Итак, к сожалению, даже приходя в общину, нас, ну, тоже мы сталкиваемся с такими же людьми, которые, ну, не были просто научены. Поэтому, знаете, можно корить себя, а можно просто принять это как данность. Я не был научен. Я просто не разбирался в этих вопросах, или я разбирался неправильно, так как, ну, как мир этот жил вокруг меня, и я делал так, как все. Но мы можем научиться. И мы понимаем, что Писание, оно имеет множество примеров людей, которые грамотно управляли тем имуществом, которое Бог им дал. Возьмите историю Иосифа. Очень интересный пример. Что сделал Иосиф? Он сделал всего лишь бюджет. Представьте, да? Он сказал, одну часть мы начинаем сберегать. Причем начал это делать тогда, когда все было хорошо. Он получил откровение от Бога, и он начал использовать это откровение для правильных целей. Мы помним, что его простейший бюджет привел к тому, что на тот момент они купили все, что могли купить. Помните, да? Всех людей, все, вот просто, ну все. Было ли тяжело? Да не было тяжело. Они просто вовремя отложили правильную сумму или количество зерна. Они просто правильно распорядились тем благословением, которое Бог послал в их жизнь. Бог поделился, а не сохранили. Итак, что такое семейный бюджет? Мы поговорим о семейном бюджете. Это структура всех доходов и расходов за определенный период времени. Это структура всех доходов и расходов за определенный период времени. То есть то, что у нас приходит, и то, что у нас уходит. Например, за один месяц. У нас так все построено, что в принципе у нас расчеты идут помесячно. Есть какие-то моменты, которые сводятся в год, но в принципе все касается одного месяца. Коммунальные, обучения, все, зарплату мы получаем раз в месяц. Как правило. Что такое еще бюджет? Это документ, который позволяет нам контролировать вот этот процесс. Потоки денег внутри семьи. То есть мы говорим о семейном бюджете. Когда мы четко понимаем, собственно говоря, что значит эта стрелочка, что значит эта стрелочка. То есть это подразумевает, что я знаю, куда я потратил все деньги, которые мне Бог дал. Я понимаю, как это все устроено. И встает вопрос, если все так просто, почему люди не ведут бюджет? Ну вот почему. Вы поймете, вы увидите, что это очень просто на самом деле. Как правило, люди не считают это нужным. Ну вот, дескать, знаете, так что заморачиваться вот этими циферками, разными всякими конвертиками, туда-сюда. Другой человек начинает, вдруг он послушал вот такой семинар и начинает там, все, я принимаю решение с сегодняшнего дня. Мы берем под контроль каждый шекель, каждый там огород. Мы туда-сюда, это три недели. Тут человек понимает, слушайте, так это ж оказывается, я прихожу в магазин, и я не все могу купить. И тут такой, я не полноценный. Я просто какой-то... Понимаете, да? И ваши друзья говорят, Эй, поехали вы, Латном море! А ты говоришь, я не поеду. Почему? Бюджет не позволяет. Ты что, бедный? И ты... Да? Внутри себя. Я докажу, что я не бедный. Я поеду. Не знаю, что я буду кушать за квартиру, как я буду платить, но я поеду. Понимаете, да? Вот эти вещи, и тогда люди понимают, что это очень непросто, потому что ты столкнешься с мнением людей, которые тебе скажут о том, что это глупость, что это рабство, что на самом деле ты не получаешь удовольствия от жизни, что это вообще, ну... Я слышал такие разговоры, когда говорили там, послушайте, вы, ваша молодость проходит в сплошном ограничении каком-то, ты вообще не понимаешь, о чем ты говоришь. Твоя молодость проходит в долгах. Ты должен уже столько денег, что я не знаю, когда ты их отдашь вообще. Зато ты хорошо поехал куда-то там, хорошо как-то там повеселился. Кому это надо? Кому это надо? Что ты оставишь своим детям? Итак, другие, когда начинают вести бюджет, они посчитали, посчитали, и они приходят в уныние, они понимают, что не просто надо начать вести бюджет, нужно менять их жизнь, потому что они вдруг понимают о том, что их жизнь, она построена совершенно неправильно. она, ну, куча ресурсов, она уходит в вещи, которые совершенно неполезны, мягко говоря, в их жизни. И они понимают о том, что, знаете, это, ну, так, человек вот он посчитал, например, неверующие, когда мы общались на эти темы с неверующими людьми, а, ну, там, мы брали, например, сигареты. Ну, люди неверующие, там, как бы, я знаю, семью одну, которые работают вместе, их семейный доход составляет примерно, там, две тысячи долларов, предположим. Ну, оба курят, неверующие люди. Постоянно денег нет. Еще верующие курят, что ли? Да, это говорил один, да? Я тут вышел как-то из церкви, смотрю, сестра выходит, закуривает, а у меня чуть пиво с рук не выпало. Сто процентов. Итак, сколько стоят сигареты в Израиле? Все рад, пожалуйста. Нет, давайте возьмем с такого, ну, нормально, они курят достойные сигареты, мальбора, там, что-то, я не разбираюсь, но... 25 шекелей? Кто-то сказал? Я сказал. Хорошо, 25 шекелей, да? 20 шекелей свиньи. 20 шекелей, это сколько долларов? Больше, больше. 5 долларов. 5 долларов. 5 долларов. 5 долларов пачка сигарет? О май гад. Это можно или нет? У нас 2 доллара. Вот, можно же привозить сигареты. Да. Да. 5 долларов. Окей, хорошо, 5 долларов, да? Плюс 5. Это только 5 плюс 5. 5 плюс 5. Муж и жена. Да? 10 долларов в день. Нормально? Я, я... Ну, вы переводите это все в шекели, да? Потому что у нас в Одессе 37 шекелей, да? Помогите мне, хорошо? 37 шекелей. Шекелей. А? Больше? 40. 40. Да ладно, ну, плохо шутка. Короче, я вам показываю нечто. Смотрите, 40 шекелей, так в день. Месяц это сколько шекелей? 1200 шекелей. 1200 шекелей. 1200 шекелей. Год это сколько? 400 шекелей. Да? 24 тысячи четыреста. 22 тысячи четыреста. Не могу говорить. 14 тысячи четыреста. А 14 тысячи сорок. 14 тысячи сорок. Да, ребята, я не умею считать. Это один год. Да? 10 лет это у нас что? Ну, 40 шекелей. Добавляем нолик, да? А если еще поставим правильный процент, то можно купить 400. А теперь смотрите. Сколько это в долларах? Получается так, что это можно. А? В долларах это что примерно получится? Что? В 40 тысяч. На 4 тысяч. Нет. 40? 40 тысяч долларов. 10 лет. Нормально, да? Теперь находим хороший банк. Нет, у нас нет. Да ладно. Это у нас нет. У вас есть. Хорошие банки у вас. Нет, жалобы. У нас никаких процентов нет. У нас процентов нет. У нас захоронение. У нас как... Да. У нас как... Да. 3 процента. 3 процента. Здесь нет процентов. 2 процента годовых. Да. Можно сделать на... Ты делаешь закрытые. Да. Я хочу за них брать. Ну, там маленькие проценты. 2 процента, да? Окей. Ну, послушайте, послушайте, я хочу вам увидеть, чтобы вы увидели кое-что. 2 процента годовых. Можно сделать сложный процент у вас в банках? Есть такие программы? Процент на процент. Есть. Процент на процент. Ну, хорошо. Мы побегали и нашли. Да? Ну, предположим. Мы молодцы. Мы врубились. Но это вы же не все академии закончили. Я не заканчивал академию. Послушайте, вы что не умеете считать? Вы же умеете считать. Я процент на процент. Хорошо. Я не... Но вы согласны с тем, что это будет больше? Окей. 20 процентов год, скажем. За 10 лет 20 процентов. 20 процентов. Предположим, да. Сколько это добавим? 8 тысяч. 8 пятую часть. 48 тысяч. 48 тысяч? Да. Нет, 25. Нет, он сказал 20. Нет, он доллар. Да. Доллара 20. 8 тысяч 48 будет всего. 48. 48. Давайте послушаем Игоря. Он у нас... 48 тысяч. 48 тысяч. Доллар. Хорошо. Предположим, что это будет 180 тысяч шекелей. Мы в долларах или в шекелях? Пока что в шекелях. Разделите на 3,5 будет в долларах. Правильно? 48 тысяч. На 3,7. Сколько получается? 3,7. 40... 48 тысяч. 48 тысяч, да? Сколько стоит квартира в хайфе? Что сказали, что это 40. Смотря на хайф. 100 тысяч. 600 тысяч, да? 600 тысяч. Получается, да? Вот вам треть. А? На 600 тысяч стоит квартира. Да? Но мы о чем говорим, друзья? Мы говорим о пачке сигарет в день. Да? А теперь представьте, что вы вообще умничка и откладываете больше. Да? Вот вы построили так грамотно. И когда... Я вам скажу так. Я посчитаю вот этим людям, а не прозрели. Потому что это всего лишь 10 лет. А давайте мы поговорим про 20 лет. А? Для листового. Нет. Нет. Ты закладываешь банк. Хорошо. То есть у нас, например, на Украине это может быть следующим образом выглядеть. Вы можете купить кусочек золота в банке с сертификатом, со всеми делами. То есть это... Ну, у нас как бы другая система, вы понимаете? У нас другая система. У нас под матрас деньги можно вкладывать, и то деньги они орицениваются. Но мы понимаем, что если ты будешь, например, откладывать денежку какую-то, да? И периодически покупать по 20 грамм слиточек маленький, какую-то копеечку. Ты понимаешь, что через 10 лет хочешь или не хочешь, он будет стоить дороже. Понимаем это, да? Это да. В любом случае. Золото. Послушай, я не говорю сейчас. Я хочу, чтобы вы в принципе поняли, что такое, для чего нужен бюджет, и вообще, что такое, как бы, вот, ну, управление этим всем. Да, это правильно. Это правильно. Совершенно верно. Смотрите, можно взять эти деньги и послать ребенка на очень хорошее обучение. Реально. Можно там за границу его послать, в Америку можно послать человека. Понимаете, да? И это всего лишь речь идет, знаете о чем? О здоровом образе. О здоровом образе жизни и о твоей похоти, которая тебе абсолютно не нужна. Потому что помимо... Понимаете, да? Я хочу, чтобы тратиться деньги на лекарства, на восстановление здоровья. А, это ж никто не считает. Это ж мы все здоровые и мы все молодцы. Пока курит, да. Окей, у нас никто не курит. Мы идем с магазина. Мы заходим в магазин. Мы покупаем какую-то штуку. Она у нас портится в холодильнике. Мы ее не съели. Мы ее выкинули. Скажите, пожалуйста, это что было? Это все равно, что перекурит. Это все равно, что перекурит. Я хочу. Есть волшебное слово «хочу». Вы понимаете, да? Я покупаю какую-то кофточку 84-ю в этом сезоне. Или там какую-то, знаете, я не могу пройти мимо телефона очередного. И так далее, и так далее. Это все больше 5 долларов. Это все больше 5 долларов. Хотите, верьте, хотите, нет. Если мы начинаем размышлять о том, куда уходят наши финансы, в шоке. Вы знаете, что люди, которые пользуются кредитными карточками в супермаркетах, тратят больше, чем 15% денег, чем они собирались потратить? Знаете почему? Потому что они видят денег. Ты не видишь денег. А у тебя же еще минус есть. Правильно? Если что, тебе разрешат пойти в минус, и ты молодец. И ты захотел вот эту колбаску. Она такая, ух, и так уже. Ну что, я не имею права. Ну что, я не могу. Что, я зря горбачусь на этой работе. И та-да-да-да-ра-та-та-та-та-та-та. Послушайте. Все наше «хочу». Вот оно. Это простой пример «хочу». Простая... Это просто выброшенные деньги на ветер. За 20 лет вы сможете... Понимаете, да? За 20 лет при таком простом хотя бы управлении вы сможете насобирать на квартиру, вообще не напрягаясь. Нет. Это реально? Нет. Ну почему нет? Реально. Показал на пачке сигарет. Пускай пятая часть. Квартира-то дорожает. Сигарет. Пятая и десятая. Почему десятая? 600 тысяч. А мы насобирали 180 за 10 лет. Это одна, четвертая, грубо говоря. Я сто тысяч шекерей не собрал. 180 тысяч шекерей насобирали. Десять дом моего. Квартира стоит... 120 тысяч. Фрайм, я знаю, что ты у нас художник. И цифру из... Я для тебя написал, без обид. Ты насобирал 180 тысяч шекерей. Доллары, давай, доллажи. Да на особь шекерей покупали. 50 тысяч, Ленок. Почему 50 тысяч? Ренад, а сегодня квартира стоит 600. Ну на, через 10 лет не будет стоить 600. 50 тысяч. Ну, что, мы сейчас берем, что ли? 50 тысяч. 50 тысяч. Да, а эта квартира стоит 150. Ты даже... Да. 30 тысяч. Ленок можно купить. Так это на сигаретах. 30 лет есть квартиры, Фрайм. Ты хочешь сказать, что я выкурил и все это делал? Ты не выкурил, ты курил. Фрайм, ты курил три квартиры? Вы еще не говорили с Ангом пропил. Я не спрашивал, сколько стоит там это самое. Когда мы начинаем, послушайте, когда мы начинаем задумываться о том, сколько денег проходит через наши руки за всю жизнь, мы придем, я вам скажу, реально где-то к миллиону. Долларов. И даже больше. Если хорошая работа и так далее. И я говорю вообще не у себя о том, что, друзья, вы очень часто жалуетесь на Господа и обвиняете Его в том... Можно вот как бы, чтобы эта часть посмотрела на меня? Девушки, пожалуйста. Спасибо большое, потому что я говорю все это время, а вы периодически говорите. Если мы начинаем размышлять о том, куда ушли эти деньги, мы понимаем, что на самом деле Бог благословил нас. Вы знаете, есть такое место в Писании о том, что и на небе бедного бывает урожай, но от того, что ты не умеешь его распорядиться ним, он гибнет. Бывает такое, что, вот знаете, человек, он получает какую-то серьезную прибыль. Например, работа хорошая. Эта работа длилась пять лет у него всего лишь. Но он быстро поднял уровень своей жизни. И все. И он, знаете, никогда не будет достаточно, если ты поднимаешь планку больше, больше и больше. И потом такой человек, у него ничего не остается. И так, я вас убедил о том, что бюджет это важно, да? Да. Хорошо? Вы все уже захотели купить квартиру? Нет. Жалко, жалко. Вы уже влезли в них, да? Да. Итак, бюджеты бывают разные. Есть основных три формы бюджета. Существуют раздельные, вернее, не бюджета, а виды бюджета, да. Существуют различные виды бюджета. Например, ну, как бы, когда муж и жена, они имеют свои собственные карманные деньги. Знаете такое, да? Что это мои деньги, это твои. В некоторых странах это работает. Есть совместный бюджет, когда, например, все скидывается в одну копилку, потом, ну, распределяется по нужным. Есть долевой бюджет. Что такое долевой? Когда, например, определяется, с зарплаты мужа платятся вот эти части, с зарплаты жены вот эти части. Ну, у нас, как правило, в нашей ментальности разница семейный бюджет, то есть совместный бюджет, когда деньги все в одну копилку, и оттуда уже идет распределение. Период, на который обычно составляется бюджет. Бюджет составляется на один месяц. Почему? Потому что мы пользуемся категориями одного месяца. Это принято в нашем обществе. Счет за электричество приходит на месяц. На два? Пожалуйста. Но зарплату вы получаете как? Месяц. Месяц. Значит, доход у вас месячный. Но есть смысл строить вокруг месяца. Есть разные формы работы и так далее, поэтому бюджет, он может быть разным. Как составить семейный бюджет? Вы можете сделать это на бумажке, можете использовать какие-то программы компьютерные. Сейчас есть хорошие компьютерные программы для бюджета. Если вам так удобно, вы продвинутый человек, пожалуйста. Почему нет? Можно начать с самого простого. Можно взять простую тетрадку и просто записывать нам то, что вы тратите. Но первым шагом у нас будет следующее. Нам нужно понять одну простую вещь. Что такое доход? Или скажем так, какой у нас доход в семье? С одной стороны кажется вопрос простым, с другой стороны не совсем. Из чего состоит доход? Доход это деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия, отдельного лица или какого-либо рода деятельности. То есть, иными словами, доходы это все источники поступления средств в нашу семью. А именно, что это может быть? Это может быть работа. Да? Что это еще может быть? Это могут быть банковские проценты. Допустим, у вас есть процент какой-то, да? Что еще может быть? Пособие, согласен. Квартирные деньги. Что такое квартирные деньги? Подработка. Подработка, да. Помощная квартира. Пособие? Нет, это не пособие. Это другое. Подарки. А, это здесь коты? Иными словами, это весь плюс, который заходит у нас в месяц в нашу копилку, да? Иными словами, все это может быть так же. При усадебное хозяйство, например, если у вас есть там козочка, и она дает молоко. Ну, я говорю принцип, понимаете? Если у вас есть огород, вы собираете с него периодически виноград и продаете, это тоже плюс, понимаете? И так далее. Если вы сдаете, например, квартиру, у вас есть прибыль с этого. Любая прибыль, пенсии, стипендии, зарплата, все это называется доход. Вы берете дома листочек, садитесь на кухню, где вам нравится, пишите сверху доход и конкретно описываете в конкретных суммах то, что есть. То, что есть. Причем нужно понимать, что доход бывает постоянным и доход бывает временный. Например, если меня благословили, то я же не могу сказать, что доход, допустим, в этом месяце, ну, или каждый месяц доход моей семьи составляет, например, такую-то сумму. Сегодня меня благословили, а завтра не благословили. То есть, понимаем это, да? Это плюс, безусловно, это плюс, но в конкретном месяце. И в следующем месяце, не факт, что он повторится, и вообще сумма может быть либо больше, либо вообще может не быть. Ты не можешь опираться на это, как на то, с чего ты точно будешь планировать свой расход, минус. Понимаем это, да? Очень просто. Что делать, если заработок не постоянный? Ну, например, люди работают на какой-то сдельной работе. Например, вы частный предприниматель. Я не знаю, как здесь это. Ну, бывают такие, допустим, ты получаешь прибыль, да, фрилансер, да. Ты получаешь прибыль от сделок. Процент, например, какой-то. И ты не можешь сказать, какая сумма у тебя вот здесь находится. Берешь, считаешь свою прибыль за 12 месяцев. Выводишь среднюю арифметическую. Либо берешь значение самого плохого месяца в году. Понимаете, да? То есть за ноль ты считаешь самый плохой месяц. Потому что если у тебя будет больше, ты всегда найдешь, куда его положить. Но если ты забьешь свой бюджет на плюсе, то ты не сможешь потом, если будет, например, что-то, покрыть то, что нужно. Есть, да? В любом случае, если вы ведете, например, свой бизнес, и, допустим, тоже вы на себя работаете, вы должны определить для себя минимальную сумму, которую вы можете, как хозяин этого бизнеса, получать с этого бизнеса. Иными словами, вы должны установить себе минимальную зарплату, ради которой вообще вы занимаетесь этим бизнесом. Понимаете, да? Потому что бизнес-минус – это глупость. Вы должны понимать, что вот здесь по-любому будет там тысяча долларов, полторы тысячи долларов, и, ну, как бы, кручусь я не берчусь, но я обязан столько заработать, потому что мне надо покрыть все, я должен работать больше. Я, может, значит, пойду работать на вторую работу или еще как-то, но если я не заработаю этих денег, я, ну, я не смогу жить. Просто я не смогу существовать. Понятно, да? Итак, мы определяем свой доход. И точно так же, если вы наемный работник, если вы на кого-то работаете и получаете зарплату от процента, ставите себе минимум самого худшего месяца, самого худшего процента. Что такое расход? Что такое расход? Это то, куда мы тратим наши деньги, да? То, куда тратится доход. Совершенно верно. Расход, он состоит из нескольких важных понятий или категорий. Это необходимые нужды. Все это заставляется. И очень важно понимать значение этого слова. Что такое нужды, которые необходимы? Это нужды, которые вы ни в коем случае не можете игнорировать. Квартплата, квартира, учеба. Если ваша работа зависит от машины, например, вам надо ездить на машине, да? Вам нравится, не нравится, вам надо ее заправить, и вообще машина должна работать. Это, допустим, страхонка, телефон, коммунальные. Это школа детям, да? Это еда. Кружки детские это не нужда. Не надо, это не нужда, это ваше желание. Это не нужда, потому что, знаете, извините, я могу ходить в спортзал, например, да? Это не нужда. И мне предписал врач и сказал, если ты туда не будешь ходить, ты сейчас будешь лежать через месяц вот здесь вот клинолином. Это нужда. Но если я просто так хочу ходить, знаете, как бы могу ходить, могу не ходить, это я хочу. Нам можно говорить о полезности из спортзала, и все-все-все остальное. Но есть разница между врач прописал и я хочу. Есть разница между нашими детьми, когда они говорят, купи мне вот это вот, жвачку. Это что, нужда? Это желание. А нужда это кусок хлеба с маслом. Понимаете, да? То есть ты дал, поел, все нормально. А хочу, то есть, иными словами, когда я захожу в супер и покупаю там, например, рубашку Louis Vuitton за 300 долларов, это, извините меня, не нужда. Нужда это просто рубашка. А желание качества, это Louis Vuitton. Это мое хочу. И ты платишь за это. Ты можешь еще раз назвать необходимые... Необходимые категории, да? Итак, мы сейчас будем просто говорить конкретно о категории бюджета, и мы будем давать им оценку. Но более подробно. Сажан, страховка тоже того, что это... Страховка. Если это необходимо. Медицинская страховка. То есть, если ты понимаешь, что без этого ты... Вот, если у тебя ее не будет, и завтра все, понимаешь? Конечно, да. Ты не можешь это игнорировать. Извините, но... Нет, имеется в виду... Это плата в внешний кадр. ...свою жизнь на случай, если кто-нибудь когда-нибудь... Тогда. Что будет, если ты не заплатишь страховку? Ничего не будет. Что вы... Надо будет... Все равно надо платить. Есть контракт, правильно? Нет, нет. Это то, что я выбираю страховку. Например. Есть? Он не понимает, что вы говорите. У нас есть обязательная страховка, которая называется зарплаты, и есть дополнительная. Когда ты хочешь перестраховаться? Да. В случае чего... То есть у нас есть такое понятие, человек откладывается на пенсионный фонд, и если вдруг, не дай бог, он... То его семья получается... Да, да, но это желание. Это не необходимость. Смотрите, есть основная, которая... Основная, которая ты говоришь, если нужно сделать операцию. Это нужно. Это автомат. Это даже не обсуждается. Об этом ты можешь решить. Если на сегодняшний момент... Окей, я не знаю специфики страны здесь. Вы понимаете, да? У нас в Украине немножко по-другому. Но вы поймите принцип. Итак, я же умираю в твоей стране. Безусловно. Но страховки у нас не очень работают. И следующее. Следующая категория. Это желание. Желание качества. Я иду по магазину. Я захотел пить, но жарко сильно. Я хочу попить. Я покупаю воду. Что я купил? Воду. Она относится к каким расходам? Необходимым расходам. Я пошел, я купил колу. Понимаете разницу, да? Я купил сок. Цена меняется от этого? Конечно, меняется. В Израиле нет. Ну. Да. В Израиле много. Школа, допустим, частная и муниципальная. Совершенно верно. Школа частная и муниципальная. Машина, какое-то там ведро с гайками. И машина там... Странная. А вы думаете, о чем мы ездим? Будьте знать. Окей. Свои желания, друзья. Мы удовлетворяем после того, как мы удовлетворяем свои необходимые нужды. Когда мы говорим о категориях бюджета, в первую очередь нам необходимо заполнить вот это. В остальную очередь нам необходимо заполнить вот это. Если что-то осталось. Услышали, да? Это просто принцип. Итак. Мы переходим к категориям бюджета. То есть вы определили свой доход. Но вам нужно понимать, как же вы тратите деньги. Как это узнать? На что уходят ваши деньги? Как узнать? Вы берете, ставите на кухню коробочку такую небольшую. Можете с подлогами какую-нибудь. И в течение месяца вы откладываете туда все чеки, которые у вас есть. Это только первая стадия. Вы откладываете все чеки. Если вам не дают чек, ну в каких-то местах базар или еще что-то, или вы потратили как-то. Вы берете с собой отрывные такие бумажки и ручечку. И все подробно записываете. Не просто там воскресенье, там 500 шекелей. Непонятно на что. Распишите эти 500 шекелей, конкретно на что потрачено. Послушайте, я говорю очень практичные вещи. Записываете и ложите в эту коробочку. В течение месяца минимум. В конце месяца торжественно переворачиваете коробочку. И расписываете по категориям, сколько вы потратили и на что. Потом идете, пьете валерьянку. И делаете выводы. В том случае это будет очень сильная необходимость. Итак, вы выпили баночку валерьянки. Вы посмотрели на еще раз на все это, пошли еще за баночкой. И поняли, что жизнь либо надо что-то менять, либо надо закрыть глаза и сделать вид, что этого не было. Потому что, я вам однозначно гарантирую, вы увидите очень интересную картину. Вы увидите, что достаточно много финансов уходит вообще в какой-то, знаете, в космос. В какую-то такую... Черную дыру. В нармию. В черную дыру. В черную дыру совершенно. Она не входит ни в желания. Она не входит в нужды. И, ну, то есть, я не знаю, как лично будет у вас, но вы можете быть готовы к 30% вашего дохода. Я серьезно говорю. Просто из опыта. Итак, вы взяли себя в руки и решили менять. С понедельника. Волшебного дня. С воскресенья. С воскресенья. Да, вас с воскресенья. С Евреевского Нового года. Ага. Жену, что не поменяешь. Жену, что не поменяешь. Да, отчего? Жену. Это категория желания. Следующий семинар проведем. Как поменять жену? Жену. Грамотно. Да, да, да. Бери новую. Бери новую, тюнингованную, так сказать. Тюнинг. По современной море. Итак, категория бюджета. Категория. Можно вопрос, Саша? Давайте. Если годами расписывается это все так, и с чеками, и все, как ты говоришь. Как говорят, дебиль с кредитом не сходится. Как в этом случае? Надо зарабатывать больше. Зарабатывается на трех работах. Зарабатывается. Значит, мы дойдем до этого. Если не хватает, если не хватает плюса, что делать? Банк играет. Банк играет. Банк играет. Итак. До огорода. Вы достаете, послушайте, вы достаете, в магазине покупаете штук 20 конвертов. Просто простых почтовых конвертов. И подписывайте их. Подписывайте их по определенным категориям. Итак, мы говорили, что есть обязательные платежи. Платежи, которые нравятся вам или не нравятся, вы должны заплатить ежемесячно, постоянно. Есть периодические платежи. Например, раз в год вы меняете резину. Раз в полгода вам надо залить свежее масло в машину. Раз, допустим, ну, понимаете, да, техосмотр, там, например, раз в год надо детей отправить в детский лагерь. Холодильник сломал. Раз в год? Ничего. Но это правильное замечание. Но это тоже есть свое... Это не предвиденные расходы. Это предвиденные расходы. Потому что ты знаешь, что он не работает вечно. Ты знаешь, что телефон, который ты купил, через три года не будет работать. Так задумано. Вы знаете, что множество современных машин, они, ну, я знаю человека, у которого был Кадиллак, за 70 тысяч, он еле продал его, там, через пять лет. Потому что так намучился с ним, они не ломаются. Американский Кадиллак, понимаете? Он, ну, он говорит, американцы его столько не держат у себя. Они год и меняют. А здесь, ну. Окей. Итак, мы приходим к такому важному пункту, как питание. Берете и подписываете. То есть, это обязательно. Ну, можно не питаться, пожалуйста. Если вы хотите не питаться, пожалуйста, не питайтесь. Но мы почему-то питаемся, я не знаю. Мы говорим о месячном бюджете. Вы определяете, исходя из ваших чеков, вообще из того, что вы купили, сколько денег на питание в месяц необходимо для вашей семьи. Потом делаете следующее. Эту сумму, допустим, это будет так. Ну, пускай это будет, условно говоря, тысячи шекеры. Да? Ну, две тысячи. На какую сумму зависит от семьи? Это условно. Не, я просто использую цену. Процентус, значит, что легче. На сколько ситуация? Совершенно верно. Совершенно верно. Питаться можно... Эй! Не, мы не будем... Ой, да, да, да. У каждого, мы говорим, за любви имеет свою цену. Понимаете? Мусор кукурки. Окей. Послушайте, я же вас не пытаюсь загнать в рабство. Я вам объясняю принцип. Вы сами решите. Вы свободные люди. Сколько хотите, столько тратите. Пожалуйста. Я не навязываю вам пост. Итак, предположим, вы решили 500 долларов. 400 долларов. Пускай. Ну, простите меня, я не вникаю в детали. 400 долларов на питание. На месяц. Месяц состоит из четырех недель. Обычно. Где-то пять раз в году есть пять недель в месяц. Знаете это, да? Календарный. Мы используемся календарным методом. Вы берете эту сумму и делите на четыре. Питание. Почему? Таким образом у вас получается четыре платежа по, допустим, по 100 долларов. Условно говорим, да? Да. Вы имеете право взять 100 долларов и потратить их на одну неделю. Таким образом, если вы не мудро распорядились этими 100 долларами, лучше проголодать с пятницы до воскресенья, чем с 20 числа до 31. Вы можете купить на этих 100 долларов, что хотите. Купите красной рыбы и голодайте шесть дней. Не вопрос. Купите вермишели и веселитесь. Все зависит от того, какой у вас доход. Да, и я сегодня дома. Вот и все. Смысл уловили, да? Вы можете потратить ровно столько, сколько есть в этом конверте на определенное время. Таким образом, если вы приходите в супер и ваши дети падают на пол, требуя какую-то ерунду. Вы понимаете, что эта ерунда стоит 30% вашего недельного питания. Вы себе зададите вообще здоровый вопрос. А надо ли? Понимаете, да? И вы приучите своих детей к пониманию того, что не всегда все будет именно так, как они требуют. Я же нельзя ребенка ударить. Нельзя ударить? Да. Можно разговаривать? Это же самое. Не надо... Послушайте. Дети учатся бюджету. Их надо просто учить. Вы просто... Ну, серьезно. Дети, они поддаются учению. Наши дети задают вопрос нам в следующем образом. И чтобы вы понимали, что мы их не лупим. А они задают вопрос. Можем ли мы на этой неделе купить себе вот это? Это если ему 15 лет? Нет, это моему сыну 5 лет вот сейчас. Моему сыну 5 лет сейчас. И он уже давно знает этот принцип. Что? Мы не всегда покупаем то, что можем. И я ему говорю, на сегодняшний момент мы не можем это купить. Нет вопросов. Потому что в другой момент мы покупаем достаточно много и все нормально. Они понимают, что не всегда на их не хочу будет, пожалуйста, запросто. Понимаете, друзья? Вот эта проблема «хочу» это проблема современного общества и молодежи, и вообще взрослых людей. Это то, что ведет нас в рабство, долгов и проклятие. Это то, на что нам не надо вестись. Итак, питание. Разобрались, да? Следующее. Питание вне дома. Почему нету? Питание вне дома. Например, вы ездите на работу и там покупаете обед. Покупаете обед? Нет. Нет. С собой носите, но вы где-то его возьмете? Дома. Дома. Но это надо предусмотреть, правильно? Потому что не всегда вы можете купить ту еду, которую можно взять с собой. Надо быть еб. Хорошо. Если у вас нет этой категории, не заводите ее. Вообще нет. Существует, она есть. У каждого по-разному. В школу дети идут. Вы даете на булочку, на жвачку? Бутерброд. Бутерброд? Ну, слава богу, что если даете. Ну, окей. Питание вне дома. Следующее. Транспорт. Транспорт. Хотите или не хотите, вы ездите, правильно? И, пожалуйста, подейте. Если... Еще раз. Вы можете положить в этот конвертик совершенно мало денег. А можете... А некоторые положат очень много. Потому что от того, будет ли он ездить куда-то, будет зависеть, будет ли он работать. Понимаете, да? Это очень важный момент. Следующий. Одежда. Одежда. У каждого здесь будет своя сумма. Вы определяете, какого уровня вы можете позволять себе одежду или нет. И сколько в месяц вы готовы отложить на эту категорию. Следующая. Хознужды. Что такое хознужды? Милый шампунь, зудная паста. Шампунь, порошок. Зудная паста. Еще какие-то вопросы, связанные с, так скажем, гигиеническими моментами. Это хотите, не хотите, оно заканчивается и нужно на него насобирать. То есть иногда это каждый месяц. Иногда мы покупаем большую пачку порошка. И оно хранится у нас. И нормально. Это выгодно, мы попадаем на скидки. И скидки придумал Господь. Следующая. Медицина. Медицина. Несмотря, вы застрахованы, это хорошо. Но, например, у вас полетел зуб. Кручка, как власть для Израиля. У вас нет 500 долларов на пломбу. Или сколько там необходимо. 200 долларов, если еще коронку поставить. А если, знаете, приходишь к зубному, а он тебе говорит, я вас поздравляю, вам нужно полечить 5-7 зубов. Ты даже не знал. Такое бывает. И ты понимаешь, что все, а денег нет. Если у тебя есть такой конверт, ты идешь туда. Потому что ты каждый месяц, ты зубы не часто лечишь, правильно? Ну, периодически, скажем так. И просто из-за того, что там отложено, ты можешь спокойно взять оттуда и полечить. Даже если той суммы не хватит, все равно уже там будет какая-то часть. Все равно уже будет легче. Понимаете? Это отложено. Следующее. Школа-садик. Много денег. Много денег. И хочешь, не хочешь, их надо заплатить. Правда? Поэтому для того, чтобы их заплатить, тебе надо их отложить. Плюс мы понимаем, что школа-садик подразумевает разные утренники, какие-то выезды, какие-то истории. Хорошо, если там будет чуть-чуть больше денег, чтобы ты мог, если там какой-то экстра, там, знаете, выпуск один стоит у нас как маленькая свадьба. Ну, к этому есть смысл подготовиться. Следующий конверт. Это спорт. Я не перечисляю сейчас по важности. Я просто перечисляю вам категории. Спорт. У кого-то он есть, у кого-то его нет. Тем не менее, вы знаете, что занятие спортом – это дорогое удовольствие. Если ты ходишь куда-то, там, тренажерный зал, оборудование достаточно дорогое, там, допустим, если ты велосипед у тебя, там, или, ну, понимаете, да? Оплата абонементов, каких-то бассейнов и так далее. Следующий – поездки. 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 Отдых. Нет, это не отпуск. Это поездки. Например, вас приглашают посетить конференцию в Иерусалиме, мессианскую, а денег нет. Ой, как нет, ретрит какой-то, еще что-то. И ты не едешь, и ты приходишь в общину, говоришь, жена, посижу, дайте денег и так далее. Послушайте, это не случается часто, да? Но это бывает. И если ты будешь откладывать на это деньги, ты можешь спокойно оттуда взять и поехать, и насладиться этим временем, и это не смущает тебя без проблем. Следующее – развлечения. Саша, это не транспорт? Нет. Это все вместе. Не, понял. Поэтому я и говорю, что как-то… Транспорт ежемесячный, поездки не ежемесячные, поездки периодические. Теперь я понял. Понимаешь, да? Ты, например, планируешь посетить родственников за границей, да? Но надо насобирать это, чтобы все было в балансе у тебя. Ну, мы на авиабилеты. Развлечения. Развлечения. Кино, походы, рестораны, что вы хотите там, развлекать, как вы развлекаетесь, да? Дайвинг и прочее. Следующее. Если у вас есть домашние питомцы… Саша, походы в ресторан, это разве не питание у меня дома? Нет. Это развлечения. В любой себе сосуде. Нет, ну это вне дома, оно развлекаетесь. Это не питание у меня дома, потому что питание у меня дома, я подразумеваю категорию обедов, ланчей и периодически вот… Детям когда дают… Допустим, пиццерия. Пиццерия, я шел, проголодненький, перекусил там и так далее. Поверь, фалафель, шаурма, это все стоит денег. Потом, если это… Посмотрите, когда ты даешь вот так деньги, это мелочь. Когда ты считаешь эту мелочь за месяц, ты в шоке. Как сигареты. Понимаете, да? Когда ты потом считаешь эту мелочь в районе года, ты вообще в тихом шоке. А когда 10 лет, ты понимаешь, что ты вообще… как ты мог потратить столько денег на такую… Ты был миллионером и крыльцом. Реально? Ты мог бы машину купить, а ты по-прежнему ходишь непонятно как и… Ты я бедный, я бедный и прий. Послушайте. Ну и богатый. А такие евреи что здесь делают? Ах, это не проклятие, это благословение. Быть евреем. Домашние питомцы? Нет, это меня сбили. Развлечения? Нет, домашние развлечения. С питомцами. Домашние питомцы. Знаете, средняя собачка может съесть столько денег, что вы себе только можете представить это, да? А если там прививки, шпрививки, всякая ерунда, это надо… Она не понимает, что такое. Некоторые еще приучают, знаете, кушать там дорогие корма, консервы, да. Ну, консервы легко. Почему бы батоном какими-нибудь не кормить? Следующее. Если у вас есть дом, у вас есть хозяйство, вам тоже необходимо на это отлаживать финансы. Например, вы живете в доме, у вас трубы полетели, мозган не работает. Полевую травку. Полевую травку полить надо, покосить и так далее. Следующий. Ну, понятно, да, с этой категорией? Такую, такая категория, я бы назвал ее upgrade. Upgrade. Перевожу. Обновление. Ну, так грубо говоря. Наша микроволновка работала, работала и сказала до свидания. Наш телефон работал и утонул случайно. Нам нужно где-то взять, а? Ремонт. Да, практически ремонт. Сгорел пылесос. Не работает стиральная машина. Нам нужна новая. Вот так на секундочку возьми и вытяни 400 долларов купить стиральную машину. Если ты... Но ты ж не делаешь это всегда. Правильно? Ну, если ты туда положил потихонечку, там, допустим, в течение года, ты, ну, не вопрос, поломалась, пошел купил. Но понимаете, в чем суть? Ты купил и все остальное не страдает. Ты не голодаешь. Все пошли в школу. За все заплачено. Все коммунальные и все остальные вещи заплачены. Но ты купил. Это тебе нефтьадекс. Ты не нищий. Вот в чем дело. Ты не нищий человек. Ты просто контрабируешь расходы, которые... Финансов, которые у тебя есть. Понимаете, да, друзья? Следующее. Автомобиль. Автомобиль. Задайте себе вопрос, нужен ли вам автомобиль. В Израиле нужен. Не нужен, да? Это очень дорого. Это очень дорого, да. И очень часто люди думают, что это статус. На самом деле, это очень... Он способен потянуть очень много денег. Ну, если он вам действительно нужен. Если вы зарабатываете финансы, возможно. Если ваша работа связана с ним. Если и так далее. Куча-куча есть. Задайте себе вопрос. Потому что это достаточно дорого. Ну, в шаббат здесь не ходит транспорт поздравить. Ну и что? И в праздники тоже. И переходите пешком. Следующее. Праздники. Иногда случается такое, что в какой-то месяц. Появляется 53 дня рождения ваших близких друзей. И ты в шоке. Поэтому вы знаете примерно плату, так сказать. Еще несколько свадеб. Еще несколько свадеб, да. И еще какая-то какая-то бармицва. И ты уже понимаешь, что все. Ты в минусе. Если ты позаботишься заранее. То ты сможешь это восполнить. Есть, да? Мы сейчас дойдем. Я закончу категории. Следующая категория. Карманные расходы. Карманные деньги. Это на этом вертики зависит. Да. Но ты потом на этом заработаешь. Карманные деньги. Это когда вы определяете, например, сколько денег будут ну как бы выделяться каждому члену семьи. Например, мужу, жене. Он способен потратить их так, как считает нужным. И обратно. Все зависит от вашего плюса дохода. Понятное дело, что должен быть конвертик десятина. Ну, мы условно ее назовем, потому что мы не привязываемся к десяти процентов. Это может быть больше, да? И вы можете завести также конвертик под названием пожертвование. Пожертвование. Это финансы, которые ты можешь молиться, например, и благословить кого-то, вложить в какой-то, ну, проект служения и так далее, и так далее. Понимаете, да? То есть ты делаешь, допустим, собирается община повезти детей куда-то там на лагерь, и не хватает денег. Или там нужно в общину купить новый мозган, или там транспорт. На здание. На здание, пожалуйста, да. И отклад, и последний конверт. Это конверт отложенные. Да. Что это? Отложенные. Накопление, инвестиции. Что это за деньги? Это деньги, которые вы будете, помните, пять долларов за сигареты. Вы помолитесь хорошенько, вы найдете хорошую, грамотную программу, вы посоветуетесь с миллионом людей, помолитесь еще раз, потом еще раз посоветуетесь с женой, со всеми, со всеми, и начнете откладывать какую-то сумму на то, чтобы, на инвестиции, на то, чтобы это было сохранено, чтобы у вас был плюс. Понимаете, да? Да. На какие-то, возможно, долгосрочные цели. Возможно, вы планируете купить дом, вы планируете там, ну, то, что вы видите, что вам необходимо. В любом случае, делайте сбережения только тогда, когда вы жертвуете. Не ставьте их в первую очередь. Итак, давайте мы с вами пройдемся. Это? Обязательная нужда? Да. Обязательная. Это? Нет. И да, и нет. Да? То есть мы смотрим в зависимости от того, какая жизнь человека. Да. Нет, нет, но есть жизнь такая, что ты никак не можешь взять тормозок с собой, а есть такое, что можешь, но просто не хочешь. Потому что это не по статусу, например. Я не хочу быть белой вороной на этой работе. Все кушают в столовой, хоть и дорого, но и я так буду делать. Понимаете, да? Ну, это такой... Транспорт. Да. Да. Еще один момент. Было бы неплохо, если бы еще одна была графа непредвиденная. Форс-мажор там. Есть такая графа, у нас форс-мажор. У меня здесь вообще коммунальные люди вообще не знают. Почему? Почему? Ну, давайте коммунальные добавим. Да. Смотрите. Это то, что, ну, как бы, вы вольны добавлять, но есть вещи, которые вы не можете убрать. Понимаете, да? Вы можете разбить, например, спорт на несколько категорий. Спортзал мужа, спортзал жены, спортзал детей. Это тоже важно, потому что там разные суммы могут быть и разная периодичность проплаты. Вы можете развлечения разбивать, например. Это на кино, а это на отпуск, например. То есть сюда вы можете добавить еще отпуск, например, конвертик. Но я хочу вам просто, я хочу вас зажечь идеей, идеей управления. Вы помните, да? Финансы нам дает Господь. Мы ответственны перед Ним, как добрые управители. Мы дадим обязательно отчет в том, как мы управляем. Если мы в малом разберемся, поверьте, он даст благодати наполнить эти конверты большими деньгами, если посчитает нужным. И поймет, что это нам не повредит. Итак, постнужды можем игнорировать? Нет. Нет. Медицина? Нет. Полоса? Нет. Карманные? Можем. Дети? Коммунальные? Нет. Спорт? Можем. Развлечения? Можем. Домашнее хозяйство? Нет. Как правило, нет. Авто? Можем. Иногда. Но то есть если авто не является ключевым вопросом нашего заработка и не приносит нам плюс. Десятина? Можем игнорировать? Нет. Форс-мажор? Форс-мажор это вещи, которые необходимы. Поездки? Можем. В принципе, можем. То есть мы можем там говорить, что мы не поедем и так далее. Домашние питомцы? Можно. Можно. Тогда, как говорится, хомячки уходят в полдень. Есть. Уже не можем, если мы его любим. Уже чем здесь, в Израиле. Так не надо заводить? Значит, надо менять. Если у тебя нет денег. Если он уже есть. Мы уже не будем. Нет. Послушайте. А, привет. Можем игнорировать? Нет. Нет. В каком-то смысле можем какое-то время. Нет. Понимаете, да? Но все равно... Нет. Ну, смотрите. Можно жить без микроволновки? Можем. Можем, правда? Без телефона нового при нового. Можем? Можем. То есть здесь вопрос цены уже будет идти. Мы можем сюда положить меньше. Мы можем положить сюда меньше денег. То есть на форс-мажор служит? Да. Форс-мажор, он служит для того, чтобы если экстра выходит минус в какой-то конверт, ты пополняешь отсюда. Более того, я вам скажу так. Нужно стремиться к тому, чтобы создать резервный фонд. Резервный фонд семьи. Не пугайтесь. Что такое резервный фонд? Вы должны поставить целью насобирать в резервном фонде минимум 6 ваших доходов месячных. Это надо поставить цель и насобирать. Что это такое? Это вообще просто надо насобирать, чтобы оно там было. Что это значит? Вы теряете работу. Да? У вас есть запас 6 месяцев. Понимаете, да? Да. Вы там что-то случилось, кто-то заболел и какие-то там что-то произошло. У вас есть резервный фонд семьи. Вы попали в аварию, не дай бог. Понимаете, да? И надо срочно покрыть деньгами там целое-целое-целое. Но идеал – это год. Это большие деньги. Я понимаю, о чем я говорю. Но если вы поставите себе такую цель, поверьте, вы сможете дышать спокойнее. Понимая о том, что если что, я смогу перекрыть там, там, если какой-то форс-мажор или там. Но это деньги, которые могут быть на депозите у вас, но к которым вы можете иметь быстрый доступ. Не депозит, который такой ложишь и через пять лет только можешь забрать. А такой, что ты можешь прийти и забрать, пускай там чуть-чуть потерять процент, да, допустим, в месяц. Но ты можешь его забрать все равно. Понимаете, да? Это цель, к которой нужно стремиться. Итак, смотрите. Оно кажется страшным. Оно кажется просто нереально неподъемным. И, ну, как бы, вообще нереально. Я вам скажу, что мы живем как семья вот примерно в таком плане уже больше десяти лет. Это не сложно. Ключевое здесь слово – это дисциплина. Ключевое слово – это дисциплина. Вы можете это сделать независимо от своего дохода. Что делать, если плюс маленький? Молитесь, ищите вторую работу, ищите третью работу, ищите подработку, наполняйте те конверты, которые вы не можете игнорировать. Понимаете, да? Молитесь, извините. Если его нет, его надо где-то брать. Если вам не хватает, значит, надо больше работать. И вы знаете, что Бог, Он, видя ваше старание в управлении, Он будет доверять вам больше, больше и больше. Я верю в это просто. Что Бог, видя ваше постоянство, вашу честность, ваше открытое сердце о том, что вы жертвуете, несмотря ни на что, вы благодарите Его за то, что Он сделал в вашей жизни, видя, что вы добрый и хороший, верный раб, управитель, я верю, что Бог благословит вас. Понимаете, друзья? Да. Мы ходим перед им. Это его финансы. Он это распределяет, и Он благословляет. Это в общем. Итак, какие вопросы? То есть, если нам так, выделите все, что является необходимо, распишите это правильно, потом желание отдельными конвертами, что туда можно выделить, и проверить, допустим, в питании, в тратах наших повседневных, и посмотреть, где у нас дырка, правильно? Да. Смотрите, после первого месяца, я подвожу как бы такую черту, после первого месяца вы определяете, куда у вас тянет ваш бюджет, ваши расходы. Вы не осознаете, но вы тратите на самом деле каждый месяц на вот эти вещи. Вы не осознаете это. Вы просто тратите это хаотично. Когда вы начинаете это все упорядочить, вы увидите, например, что в развлечениях у вас уходит 20% прибыли. Вы понимаете, что это заната, потому что, например, на медицину ноль, на хознужды 2%. Понимаете, да? Вы понимаете, что у вас перекос идет, вам не хватает. Почему не хватает? Потому что вот это, или поездки, или ваша собачка вытянула столько с вас денег, что вы уже, что ее проще где-то усыпить. Все собаки идут в рай, говорят. Собачий рай, да. Комячки в комячачий и так далее. Коты в кошачьи, да. Итак, вы определили это, и вы сами распределяете. Послушайте, для того, чтобы разобраться в этом, вам понадобится где-то реально, последовательно двигаться в течение полугода. Вы тогда точно сможете методом опыта, но уже осознанно определить, куда, сколько нужно ложить. Вы пройдете, чтобы пришел баланс, и вы должны понимать, это происходит, как бы, внимание балансу нужно уделять, бюджету нужно уделять постоянно. Раз в год вам нужно садиться и размышлять о том, что надо исправить, потому что меняются обстоятельства, меняется сажились инфляция и так далее. Вы понимаете, что какую-то категорию надо добавить, какую-то можно отменить, а какую-то еще плюс добавить. Понимаете, да? То есть придет потихонечку баланс. Но, тем не менее, вы сможете управлять тем имуществом, которое Господь вам доверил. Вы будете управителями, старайтесь быть добрыми. Как выйти из минуса? Лучший способ не входить. Нет, это хороший вопрос. Я наделал долгов, ему нужно, и это иногда может быть 20 тысяч шекелей, это может быть 100 тысяч шекелей. Окей. Это очень... Нет, не дай бог. Мы верующие люди. Послушайте. Если у вас есть долги, добавляйте конверт долгов. А, это хорошее. У меня никогда не было такого конверта. У нас нет человека, который бы не имел здесь долгов. Какая категория поездки семей за границей? Поездки? Развлечения. Развлечения. Смотрите, вы сами можете назвать их как хотите. Можете их любого цвета конвертики купить. Не важно. Суть. Смотрите, долг. У нас же нет наличных денег, у нас же все в банке. А вот насчет банков мы с вами и поговорим сейчас. Очень часто долги появляются из-за того, что люди пользуются кредитными карточками. Банки специально строят сейчас так всю идею в том, чтобы вы не чувствовали вот этого момента, когда вы берете в долг. Когда вы расстаетесь с деньгами. Это происходит весело и непринужденно. Радостно. В этом идея бизнеса. Вы знаете, что вся реклама, она купи, она построена в том, чтобы ты покупал счастье. Вы знаете, что вы покупаете счастье, вам продают счастье. Но счастье имеет тенденцию к инфляции. Вот вы мечтаете о телефоне хорошем. Он так мечтает. Телефон четыре. Хочу, хочу, хочу. Вы получили его, купили, собирали кучу денег. А потом вы два месяца с ним походили, и это просто телефон. А тут вышел пятый. Ужас. Я несчастлив. А все в огромной рекламе говорят, купи. И ты ощути счастье, волну. И ты представляешь, как ты бежишь по восемьковому полю с телефоном. С телефоном, да. С телефоном, да. С телефоном, да. Если вы сделали... Он падает. А, кстати, поэтому. Я вам дам как рекомендацию, вы решите сами, подходит вам это или нет. Я рекомендую вам пользоваться одной карточкой электронной, не пятью. И четко понимать, перед тем, как вставить ее куда-нибудь в банкомат или в проплату, что вы покупаете? Зачем вы покупаете? И ни копейки больше не покупать. Человек, не видя денег, способен потратить почти на 20% больше, чем он планировал. Все остальные карточки порежьте и выкидьте. Вообще все. А если есть возможность пользоваться наличкой, пользуйтесь наличкой. Я вам серьезно говорю. Я не против кредитных карточек. Если вы адекватно ведете себя с ними, если ваше «хочу», оно способно остановиться, пожалуйста, если вам так удобно, просто понимайте эти вещи. Итак, у вас есть долги. Прежде всего, вам неплохо помолиться. И попросить, чтобы Господь показал, как же, собственно говоря, из этого выходить. Следующий момент. Вам нужно составить список долгов. Вы должны посчитать, сколько вы должны и кому. И возле этого списка поставьте процент. То есть, есть процент за долг. Иногда это может быть очень маленький процент. Сейчас я закончу мысль. А иногда это может быть высокий процент. Ваша цель, в первую очередь, заплатить долг самым высоким процентом. Понимаете, да? Потому что это самый большой комп, который накапливается. И старайтесь заплатить все мелкие долги. Ну, допустим, вы составили, что у вас там, например, вы должны восемь пунктов. Восьми людям, например, там, да? Включая банк, там, и так далее. Есть там, например, вы должны там пятьсот шекелей. А кому-то там пятьдесят тысяч долларов банк, например, да? Закрывайте долг пятьсот шекелей. Но параллельно, как бы, надо распределить. Соответственно, старайтесь не одалживать в это время. И составьте бюджет ваших выплат, долгов. То есть, вы должны четко перед собой, перед лицом видеть, когда ваши долги будут выплачены. Через сколько лет? И ищите какие-то пути, допустим, если это банк, пересмотрите свой контракт с ним. Может быть, там есть возможность, например, вернуть деньги, положив на тело кредита. А вы не знали. Знаете, ну, как бы, разные есть вариации на тему. Может быть, если разумно отказаться от этого кредита, допустим, взяли машину, продать эту машину. Ну, считайте. Возьмите калькулятор, считайте. Найдите человека, который разбирается. Не пожалейте, может быть, на юриста, который вам может объяснить какие-то вещи для вас доселе неведомые. Банки, к сожалению, делают очень много хитрых таких вещей, типа, а ты возьми, это ничего не стоит, там, та-та-та. А потом ты подписываешь и понимаешь, что там мелкими буквами такое было написано. Начинайте исследовать, как бы, ваш долг. И, если возможно, допустим, если это люди, поговорите с этими людьми и скажите, что там, послушай, я буду тебя давать, там, по 100 долларов в течение, там, лет, я постараюсь максимально быстрее отдать. Ну, понятное дело, что все уже. С другой стороны, все равно есть нужды, которые вы не можете игнорировать. Но урезайте тогда в качестве. Урезайте в желаниях себя. Делайте это осмысленно. Еда попроще. Еда попроще. Одежда попроще. И начинайте включать режим экономии. Ваша цель – выйти на ноль. Ваша цель – выйти на ноль. Я верю, что если вы начнете это делать, Бог, видя ваше стремление и желание, если вы будете прилагать свои целенаправленные усилия, благословит вас и поможет вам сверхъестественно отдать те долги, которые вы по незнанию натворили. Аминь.